Я благодарен всем людям, кто пришел, и на онлайн-трансляции тоже всем привет. И сегодня я расскажу про доступность. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о том, что такое доступность, для кого мы все это дело делаем. Также посмотрим на реальные интерфейсы, разберемся, как выявлять проблемы доступности и решать их. А также я расскажу вам о нюансах, которые лично встретил за время своей работы. Вообще, возможно, покажется странным слайд для такой мероприятия, но все же, что же такое доступность? А доступность — это возможность использования интерфейса наибольшим количеством людей, даже включая тех, чьи возможности как-либо ограничены. И ограничения могут быть не только физиологические, но и, например, у человека сломалась мышка, он хочет ее купить, заходит в Marketplace, но почему-то ничего не отвечает к клавиатуре. И тогда такой интерфейс тоже будет считаться недоступным. Но все-таки сегодня поговорим про физиологические ограничения, а именно про нарушение зрения. Дело в том, что именно такая группа людей чаще всего сталкивается с недоступными интерфейсами, и они прибегают к помощи специальных программ, которые называются скринридеры. Эти программы зачитывают им интерфейс, и они понимают, что происходит на экране. Вообще есть два мастодонта — это JAV с NVDA, но сегодня мы будем использовать VoiceOver, потому что у фронтендеров в MacBook обычно. Но на самом деле разницы там никакой нет, они решают одну и ту же проблему. И если сбегать вперед и говорить, на каких трех столпах стоит доступность, то это нативные теги, атрибуты и user experience, то есть насколько удобно пользоваться вашим интерфейсом. И давайте не будем терять время зря и посмотрим мой профиль ВКонтакте, включим скринридер и послушаем, что он нам будет зачитывать. И мы будем перемещаться по интерфейсу нажатием клавиши tab. Надеюсь, будет звук. Назад кнопки сервисы, свернутая кнопка, группа. Действия, свернутая кнопка. Фотография пользователя, свернутая кнопка, группа main. Переписываю код, кнопка, группа. Открыть подробную информацию, кнопка. Опубликовать, кнопка, ссылка. Мой фестиваль подарков. Просмотрена, ссылка. 166 друзей. Музыка. Выбрана tab, группа, 1 из 8. Фото, tab, группа, 2 из 8. Да, извиняюсь, что перебил скринридера. Вот. Что нам зачитывается? Первое – это тег, который находится в фокусе. Второе – его текстовое описание. И третье – какая-то дополнительная информация. Согласитесь, что вот этот скринкаст был довольно долгим. Поэтому в скринридере есть специальная возможность быстрее перемещаться по интерфейсу, по заголовкам. Давайте тоже послушаем. Первый заголовок. Уровень заголовка. 2-4 объекта. Максим Кузнецов. Переписываю код, кнопка, группа. Пробел. Заходил 8 минут назад. Уровень заголовка. 3. Друзья. Уровень заголовка. 3. Контент. Последний заголовок. Уровень заголовка. 3. Контент. То есть нам зачитывается уровень заголовка и его текстовое описание. Таким образом пользователь понимает, во-первых, где он находится, а во-вторых, какой контент будет дальше. И давайте теперь взглянем на интерфейс как разработчики, что первым делом нужно сделать. Тут довольно просто. Мы нажимаем клавишу tab и просто смотрим, что все то, что подразумевает фокус, фокусируется. И когда мы говорим про фокус, это также еще называется табуляцией, потому что клавиша tab. Она должна быть последовательной и логичной. И я бы посоветовал вам избегать, например, атрибута tab-индекс со значением отличным от нуля. И посоветовал быть аккуратными с CSS-свойствами order и какими-то сложными grid layout. Дело в том, что они визуально изменят порядок элементов на странице, но табуляция идет по дому, поэтому здесь будет неконсистентность. Далее. Что мы можем сделать? Окей. Все фокусится. Теперь давайте используем специальный инструмент, который называется дерево доступности. Оно есть в Chrome и Firefox. И в этом дереве на что следует обратить внимание? Это на самом деле все то, что будет зачитывать скандидр. Это визуализация. Обратите внимание, что у вас достаточно структурных элементов. Например, там есть навигация. Обратите внимание, что у вас есть достаточно количества заголовков, поскольку мы поняли, что они используются в навигации. И также обратите внимание на фокусабл элементы. Это все интерактивные элементы, которые подвергаются фокусу. Убедитесь, что у них есть текстовое описание, потому что если его не будет, будет такая ситуация. Пользователь понимает, что он может куда-то нажать, но он не понимает, что произойдет. Это своего рода код в мешке, и мне кажется, это весьма тревожно. Хорошо, а теперь давайте перейдем к теории практики. Как вообще все дело исправлять и улучшать. Во-первых, я хочу сказать, что доступность не требует никаких значительных улучшений, если вы используете нативные теги. И это один из главных посылок моего доклада. И если вы используете какие-то другие теги, например, дивы для кнопок, то вы в первую очередь будете исправлять доступность, а только потом улучшать. И если описывать градацию в доге, то, например, див-кнопка — это беспомощный доге, который недоступный. Такой более уверенный в себе доге — это тот же див, но приправленный нужными атрибутами. Мы попозже поговорим о них. И самая крутая ситуация — доге титан — это нативные теги и атрибуты для улучшения доступности. И приступим к атрибутам для исправления доступности. Есть такой атрибут role, и если говорить простым языком, он переписывает название тега в дереве доступности. То есть у вас есть див, сдаете роль, например, кнопки, и в дереве доступности это будет кнопка. Но также есть и более продвинутые варианты. Они подходят для высокоабстрактных каких-то сложных компонентов, например, pop-up. Я просто забыл, какой слайд, а плохо видно. Короче, что здесь важно запомнить? Это прям реально очень важно. Атрибут role не добавляет никаких свойств нативного тега. То есть да, в дереве доступности это будет считаться кнопкой, но он будет по-прежнему нефокусируемым, и нельзя будет нажать клавиатуру. И как это спрятать, мы тоже поговорим. Следующая группа атрибутов — это группа атрибутов area. Она уже используется для улучшения доступности. Основные атрибуты — это, например, area-label, который позволяет задать текстовое описание для тега. Далее есть атрибуты состояния area.check.disabled.readonly. И есть специальный атрибут area.hidden, который позволяет скрыть элементы из дерева доступности. Ну и также здесь есть тоже продвинутые варианты для каких-то сложных компонентов. Например, area.hs.popup будет говорить, что при нажатии на интерактивный элемент откроется pop-up. И давайте уже посмотрим на код. У нас есть тот самый нехороший div с onclick, который на самом деле не кнопка. И чтобы это дело исправить, мы добавляем роль кнопки, мы добавляем area-label, чтобы было понятно, что произойдет при нажатии на эту кнопку, и добавляем нативности при помощи tabindex и onkeydown. То есть теперь элемент является интерактивным, потому что мы можем его сфокусировать, и мы можем нажать его с клавиатуры. Но лучше, конечно, использовать нативный тег, и тут будет только area-label. Следующий пример – это доступный чекбокс. Здесь, в принципе, подход такой же. Мы используем роль чекбокса. Мы добавляем area-checked, чтобы было понятно, выбран элемент или нет. Добавляем area-labeled by, чтобы связать этот чекбокс чекбокс с нужным лейблом и добавляем два тега для восполнения вот этой вот нативности, которую мы раньше обсудили. Вот. А теперь вариант в нативном представлении. И тут мы добавили ровно ноль атрибутов для доступности. Этот слайд я специально добавил, чтобы показать пример, что на самом деле, если вы будете использовать нативные теги, то у вас все будет хорошо. Вот. Зачастую. Далее, как мы поняли, заголовки – это очень важная вещь. Поэтому давайте обычный спан превратим в доступный заголовок, добавляем роль заголовка и добавляем нужный уровень через area-level. Вы можете сказать, хорошо, Максим, мы поняли, нужно использовать нативный заголовок. Но на самом деле это не так, потому что нативный заголовок может затронуть SEO, и, возможно, это не то, чего вам бы хотелось. Поэтому либо советуйте SEO-специалистами, либо используйте предыдущий вариант. Далее есть пример, как скрыть что-то из дерева доступности. Тут довольно просто. Добавляем area-hidden-true, и этот элемент пропадет из дерева доступности. Вот. Да. И поскольку мы заговорили про скрытие, было бы неплохо понять, что вообще попадает в дерево доступности, а что нет. Туда попадает все псевдоскрытие, так называют. Это, например, overflow-hidden, clip-ass, opacity-0 и утилитарный класс visual-hidden. Что туда не попадает? Это, как мы поняли, area-hidden-true, display-none и visibility-hidden. И раз мы заговорили про класс visual-hidden, я думаю, если фронтендеры есть в зале, я надеюсь, что они есть. Вот. Они знают этот класс. Что нам нужно знать в рамках доступности? Он позволяет скрыть элемент визуально со страницы, но он будет по-прежнему доступен для скринридера. Хорошо, мы поговорили, как можно улучшить доступность, либо ее исправить, но интерфейс должен быть не только доступным, но и удобным к использованию. Поэтому давайте посмотрим следующие примеры. Тут есть наш мессенджер, и здесь сверху есть блок рекомендуемых собеседников. И давайте представим, что мы слушаем только то, что говорит скринридер. Что там будет? Там будут просто имена. Там Тарас, Василина, Артем и так далее. Но дело в том, как работает ассоциативный ряд человека. Он слышит имя человека и визуально представляет его, и понимает, что это за человек. Либо, например, он слышит имя и фамилию. Поэтому давайте для скринридера добавим рядышком фамилию в скрытом спане. То есть мы добавили ему класс VisualHidden. И теперь скринридер будет это зачитывать как имя и фамилия собеседника. Следующее, что было бы неплохо сделать, это добавить заголовок этому локу. Дело в том, что ниже у нас есть все чаты, и было бы неплохо это дело разграничить. Как делать заголовок, мы уже знаем. Единственное, что мы скроем его через VisualHidden, чтобы не ломать нам интерфейс. Третье, что мы можем сделать, это на самом деле скрыть все аватарки. Дело в том, что изображения тоже попадают в дерево доступности. Здесь их очень много. Они есть у каждого сообщения. И они создают лишний фон, хотя на самом деле не нужны пользователю. Поэтому скрываем их через Area Hidden True. Вообще можно много работать над улучшением UX. И нужна определенная сноровка. И я не могу позволить себе не порекомендовать нашу open-source библиотеку VKUI. Там есть как базовые, так и сложные компоненты. И ребята там используют самые лучшие UX-паттерны. И также думают о доступности. Поэтому, пожалуйста, используйте, contribute. И мы будем очень рады. Теперь поговорим о нюансах, которые лично я встретил. И для меня это было в новинку. Во-первых, Area Label работает только на структурных и интерактивных элементах. Если вы шлепнете его на div, ничего не произойдет. Он не будет озвучиваться. Поэтому используйте либо правильные теги, либо добавляйте роль. Следующая, поскольку я работаю в мобильной версии веба, VoiceOver Mobile озвучивает вложенные в друг друга теги раздельно. Например, пример с именем и скрытой фамилией. Он зачитает при первом фокусе только имя, а при втором фокусе фамилию. Хотя это две связанные вещи, и было бы неплохо их читать вместе. Поэтому добавим специальную роль текста. Единственное, что это очень опасная роль, прям очень опасная. Дело в том, что она перепишет назначение не только к тегу, которому мы применили, но и у всего внутри. Поэтому если у вас будет внутри ссылка, она станет сплошным текстом. Поэтому убедитесь, что внутри нет никакой семантики. Далее я специально рассказал мне всю правду о том, как скрывать элементы. Если вы скрываете интерактивный элемент, нужно добавить еще и tabindex, чтобы исключить его из навигации. Потому что если будет просто area hidden, в дереве ничего не будет, но через tabindex мы все равно туда попадем. Очень полезный слайд на самом деле. Если вы будете работать над доступностью… Кстати, этот код Паша писал. В общем, что делает этот скрипт? Он следит за тем, куда нажимает пользователь, на какие клавиши и на каком элементе. Если пользователь нажимает пробел или enter, и мы находимся на элементе с ролью, например, кнопки, то мы принудительно вызовем он клик. Зачем это нужно? Если вы рефакторите уже написанный код, как это делал я, вам достаточно будет накинуть нужные роли, tabindex 0 и нужные реатрибуты. Вам не нужно будет дублировать обработчики. И давайте подводить потихонечку итоги. Пожалуйста, используйте нативные теги, либо используйте роль и восполняйте вот эту вот недостающую нативность. Используйте обязательные атрибуты, например, alt для картинок. Используйте вспомогательные атрибуты этой группы area. Не забывайте про заголовки, потому что они используются в быстрой навигации. А также не забывайте, в принципе, про обработчики с клавиатуры, например, в drag and drop. Вы будете использовать touch действия, mouse действия. Не забывайте о людях, которые сидят только с клавиатурой и со скандидрами. Вот. Также у нас есть чек-лист доступности. Кто в зале, я думаю, они знают. Кто в онлайне, вы можете прямо сейчас перейти по ссылке и проверить свой интерфейс на соответствие критериям доступности. Вот. И полезные ссылки. Я сегодня вас не грузил спецификациями, но, поверьте, я работал именно по ним. И если вы не верите, вы можете зайти в спецификации и проверить меня. Вот. Неплохой, да, кликбейт. И на этом у меня все. Вот. Большое спасибо. Я был очень рад сегодня выступать.